Всем добра и позитива! Игровой канал Dillon Game приветствует вас! И я предлагаю посмотреть новое видео по игре ОМСИ-2 Дорогие друзья, я наконец-то добрался до карты города Новосибирск Напоминаю, что мы находимся с вами в третьем по численности населения в городе России А большому городу нужны автобусы особо большой вместимости И как раз таки автобус МАЗ-216-066 четко подходит под эти описания Длина автобуса составляет 18 метров Автобус имеет 4 открывающиеся двери Автобус является полностью низкопольным Двигатель расположен как раз таки в хвостовой части В основном на эти модели автобусов ставились двигатели немецкого производителя компании Mercedes-Benz Как видим на крыше у нас расположена выхлопная труба Ну а сама шахта двигателя естественно находится в задней части автобуса Вот такой вот красавчик Если честно, я себя немножко даже неуютно чувствую на этой карте Я немножко потестил, покатался на этом автобусе В Новосибирске очень много маршруток Очень много газелей Вот даже на вот этой конечной остановке я себя чувствую как-то не очень ловко Все-таки смотрите, получается автобусный переросток такой Я не знаю сколько газелей может вместиться вот в этот автобус Не знаю, на газели 4 точно можно сюда вместить Внешне модель в принципе выглядит довольно таки неплохо Как видим на крыше автобуса у нас расположилось несколько кондиционеров Имеются также люки для естественной вентиляции салона Ну кондиционеры это в жаркую погоду естественно не создадут больше комфорта пассажирам и водителю На самом деле модель немного недоработанная И сегодня, ребята, я уже постараюсь вам более-менее наглядно показать Зачастую я сижу во многих группах, где разрабатываются модели И знаете, там бывают, всегда попадаются такие пользователи Которые, давай все, хватит там разрабатывать модель Давай ее выкладывай там в общий доступ Но автор говорит, подождите Подождите немного, подождите чуть-чуть Совсем немного осталось, чтобы довести модель до ума Но некоторые готовы прямо на незаконченном продукте играть А потом говорить, ой, как все это плохо Этого автобуса, по-моему, в общем доступе нет И его немножко надо доработать Об этом мы поговорим чуть позже Сейчас немножко еще по кругу пробежимся И знаете что, давайте сразу сделаем Немножко улучшим его внешний вид Я покатался, колеса грязные, но кузов сам чистый Вот это меня очень порадовало Поэтому я сейчас поставлю на колеса колпаки Колпаки тоже уже грязные, на самом деле они блестят На заправку я, наверное, сегодня уже заезжать мыться не буду Уже ладно, как есть Все-таки потестил, покатался Вот, вот таким образом Ну, по крайней мере, если учитывая Вот представьте, сейчас включить свое воображение Если эти колпаки будут чистые Если они будут блестеть Насколько будет красиво выглядеть вот этот автобус Немного здесь есть проблемы с электронным указателем маршрута В принципе, отображается все правильно Мы сегодня с вами поедем по 88 маршруту Конечная наша остановка Это областная больница Ну, и если читать Боль Мягкого знака Проблема с мягким знаком здесь И также с буквой С То есть, ну, в принципе Догадаться-то можно, что мы поедем В областную больницу Находимся мы с вами сейчас на конечной остановке ОРМЗ Которая называется Ну, как-то так, простите, если вдруг неправильно что-то произнес Так, ну, теперь давайте с вами заглянем в салон Так, это место у нас с вами сочленение И начнем мы, по-моему, вот от шахты двигателя Пока свой взор я поднимать не буду Сейчас попробуем переместиться Так, все-таки ход камеры здесь немного непонятный Здесь очень много ракурсов Но очень много бесполезных ракурсов Ладно, еще попробую ход назад сделать Вот, в принципе, удалось мне Расположиться рядом с шахтой двигателя Я думаю, вы уже немножко так Взор свой кинули И обратили внимание на крышу Вот, как раз-таки, что у нас получается Внутри у нас отсутствуют текстуры крыши И таким образом у нас с вами получается Что крыша, знаете, такая, как панорамный люк Вот, вот такая вот деталь Такая мелочь, она здесь присутствует Также хочу обратить ваше внимание на форточки Для естественной вентиляции Вроде бы хочется взять вот за вот эту ручку И потянуть форточку на себя И ты подумаешь, что она откроется вот вовнутрь Но, к сожалению, нет Этого не происходит А форточки здесь сдвижны Насколько я помню, на многих моделей автобусов МАЗ Были как раз-таки такие вот форточки Как и в Солярисах, вот в автобусах используются Они тянулись на себя Но здесь они сдвижны Поэтому, какие они должны быть, эти форточки Я не знаю Напоминаю, что это модель разработки 2020 года Модельный ряд этих автобусов, по-моему, стартанул в 2018 году Ну, здесь, в принципе, вот таким образом Так оно есть, вот так форточки И открываются Вот здесь тоже немножко у нас отсутствуют текстуры И, насколько я понимаю, если посмотреть вот на улицу На нашу такую скользкую дорогу То здесь тоже просматривается вот эта скользкая дорога Вот она, шахта двигателя И, насколько я понимаю, шахта двигателя сама пустая Движка там нету То есть я тоже сквозь эту шахту вижу кусочек улицы Ну, по сути, здесь, как я уже сказал Должен стоять двигатель от компании Mercedes Двигатель мощностью на 326 лошадиных сил К сожалению, его внутри нету Но, по крайней мере, звуки есть И это уже тоже неплохо Что ж, давайте, наверное, пойдем дальше На самом деле, автобус очень вместительный В этом автобусе, по-моему, около 40 посадочных мест А максимальная вместимость автобуса составляет 165 человек Как видим, в хвостовой части у нас здесь имеется накопительная площадка Имеются вот такие сидения Кстати, здесь прикольно сделано Вот на сидениях есть такие вот поручни То есть при каких-то резких крутых поворотах Пассажиры будут довольно-таки комфортно сидеть Вот в этих сидениях и никуда не свалиться Можно протопать немножко дальше Вот, к сожалению, дальше здесь топать довольно-таки очень тяжело Прошу прощения, но здесь только ракурсов камеры Вот, наконец-то немножко выбрал нужный ракурс камеры Все-таки здесь у нас с вами водитель уже как на ладони Как видим, водитель у нас сидит отдельно в таком своем личном кабинете Довольно-таки приличная площадь остекления То есть все четко видно, все четко просматривается Но, к сожалению, водитель не имеет отдельной двери для выхода в салон И еще хочу обратить ваше внимание на вот эти вот защитные стекла Обратите внимание на их стойки Тоже выглядит это немного криво Но видно, что все-таки модель немного недоработана Но я желаю авторам набраться сил Набраться терпения, довести все до ума И чтобы эта модель действительно получилась бы очень и очень качественной Здесь тоже у нас вообще огромная просто накопительная площадка Здесь, ну не знаю, большое количество людей может разместиться Это как раз-таки очень актуально для городов с очень большим пассажиропотоком Но я думаю, как раз-таки город Новосибирск, он таким является Потому что в Новосибирске проживает 1 миллион 625 тысяч человек Ну, форточки в этой части тоже Здесь даже уже ручек нету Они открываются вот таким образом То есть движные форточки у нас с вами Здесь, я тоже, насколько понимаю, здесь, по-моему, нет текстуры Либо это уже небо просматривается Трудно уловить этот момент Нет, скорее всего, что здесь текстура просто отсутствует По крайней мере, вот выглядит это все так Это у нас с вами бегущая информационная строка Компания Integral Это тоже, скорее всего, белорусский производитель По-моему, у меня даже часы были Вот как раз-таки на них тоже было написано Integral, это электронные часы Довольно-таки, кстати, классные часы У кого есть Очень живучие, кстати Ну, я не помню, куда они у меня делись Но очень живучие Там, по-моему, часы без каких-либо проблем ходят Ага, браслет вот у них рвался Это точно Ну что ж, давайте переберемся в святую и святых И посмотрим, что там На месте На рабочем месте водителя Ну, здесь вообще, честно хочу сказать Вот здесь меня очень порадовал Настолько все по-современному То есть у нас с вами и бортовый компьютер Имеется, кстати, надо приблизить 1.57 Ребята, нам скоро надо будет, кстати, отправляться По-моему, в 12.00 по игровому времени мне надо уже отправляться Это у нас спидометр Одометр То есть есть давление в контурах тормозной системы Давайте, кстати, сразу двигатель запустим Надо на нейтральную передачу переключиться В паре с двигателем здесь работает автоматическая коробка передач Ну, естественно, очень большой автобус И чтобы удобнее было бы просто ехать на таком автобусе Вот в городском потоке Естественно, автоматическая коробка передач Я здесь уже повключал различные обдувы Такие прикольные, кстати, кнопки И, кстати, даже так вот, знаете, не видно Такие как сенсорные даже вот они выглядят То есть их там можно выключить, включить Обдувы я повключал По-моему, кстати, эта тема вся работает То есть эти все отопители И в салоне автобуса действительно тепло и уютно Здесь, по-моему, это отображается как раз-таки температура в салоне Но будем смотреть, как она будет расти Вот эта вот температура Как градус будет повышаться Руль стандартный От МАЗа Здесь у нас кнопки управления Которые отвечают за открытие и закрытие дверей Сама автоматическая коробка передач переключения То есть принудительно мы можем включить первую, вторую, третью передачу Но это если где-то уже там очень трудно нам ехать В принципе, можно воспользоваться Но, в принципе, хоть у нас на улицах сегодня и скользко Я все-таки включу режим драйв И более-менее будем стараться аккуратно с вами ехать Давайте еще раз попутешествуем по рабочему месту водителя Вот так все выглядит Обзор по зеркалам просто шикарный Просто супер Все читаемо, все видно То есть стоит немножко повернуть головой Блин, какой же он все-таки длинный и большой Автобус 18 метров все-таки чувствуется давно Я не катался на таких гигантах У водителя в кабине тоже присутствует сдвижная форточка Кстати, если открыть, вот звука в кабине становится довольно-таки больше То есть лучше это дело закрыть Все-таки на улице холодно И мы находимся в Новосибирске, я не знаю Там, наверное, минус 30, это вообще жаркая погода Поскольку я уже сказал, что отдельной двери для выхода в салон у водителя нету Но есть для связи с пассажирами вот такая вот задержанная форточка Она здесь присутствует Не знаю Водители в таких больших автобусах, я не знаю, они вообще продают билеты или нет Может в каких-то отдельных стучах, если кто-то не купил А так, в принципе, я считаю, что в таких больших автобусах Должны пассажиров обслуживать кондуктора Потому что, ну, я не знаю Очень трудно уследить за пассажирами Автобус все-таки длинный Так, возвращаемся в исходное положение Давайте выйдем еще раз наружу Двери мы с вами закроем Потому что с открытыми дверями этот автобус не тронется Сейчас мы с вами быстренько посмотрим, как светит оптика И поедем забирать пассажиров Начнем, как полагается, с габаритов То есть, видим, габариты у нас включились В верхней части кузова И по бортам тоже загорелись габариты Все это функционирует Сейчас мы с вами включим ближний свет фар Отлично все включается Противотуманные фары И дальний свет фар То есть, лучи света, они светят довольно-таки нормально Никуда они не убегают Но дальний можем выключить Конечно, здесь тоже присутствуют вот такие вот Немного угловатости, они есть Ну, это все можно подкорректировать Надеюсь, разработчики этой модели Как раз-таки этим и займутся Кстати, сегодня мы с вами пойдем на белорусских номерах Седьмой регион, это, по-моему, город Минск Вот так у нас получается Ну, в принципе, если включить свою фантазию Белорусские производители Вот, предложили городу Новосибирск Потестировать на городских линиях Вот такие вот замечательные автобусы А то здесь очень много маршруток Очень много газелей И реально чувствую себя просто переростком Каким-то на таком вот автобусе Все-таки такие маленькие, компактные газельки А я тут на таком гиганте ставим Что ж, давайте подбираться к нашей остановке Сейчас еще включу направление маршрутов Чтобы знать, куда нам ехать Напоминаю, что мы поедем по 88 маршруту Возможно, не самый лучший маршрут Для обзора карты Новосибирска Так, чего тебе не хватает? Режима драйв тебе не хватает? Радиус надо побольше взять Все-таки автобус у нас очень большой Остановка наша, по-моему, начальная Где-то там находится Пассажиры есть Пассажиры у нас в масках Ну, хотя я считаю, что в Сибири Вообще живут, знаете, такие крепкие люди С крепким здоровьем Все-таки климат там действительно, он суровый Но природа красивая Это я в интернете подсмотрел В Ютубе Никогда в сибирских краях я не бывал Вообще, знаете, слово Сибирь Ну, что-то такое страшное Обычно, кажется, вот, людей куда-то вот В ссылку там отправляли в Сибирь Ну, блин, посмотришь, города большие Все развивается Там промышленность Если взять тут же Новосибирск Блин, я не знаю Природа красивая Вообще супер все смотрится Так, слушайте Ну, такой большой автобус Тем более Один пассажир у нас с вами зашел Я уже думал, он хочет выйти Там пассажиры, смотрю, ринулись Но там маршрутка 43-я подъехала Все, ребята, двери быстро закрываем Потому что времени у нас действительно Очень-очень мало Ну, как тяжело все-таки На этой парковке крутиться Посмотрим, как будет вообще себе вести Этот автобус на вот этой вот скользкой дороге Так, нам сюда Аккуратно тоже выруливаем Дороги, слушайте, конкретно тут заснеженные Как бы мы могли бы лучше почистить дороги в Новосибирске Маршрут этот по времени занимает По-моему, чуть более 40 минут Маршрут такой довольно-таки очень протяженный Хотя нет, по-моему, меньше, я смотрел Там 40 минут точно не получится Но это, наверное, все видео на 40 минут выйдет Это точно Первая партия этих автобусов Была поставлена в город Санкт-Петербург Это Россия Ну, надеюсь, в Санкт-Петербурге Они до сих пор бегают, эти мазики А вторая партия уже была отправлена В столицу Казахстана Это город Нур-Султан 88-й маршрут Поворачиваемся с вами направо Наше главное Но все равно надо очень аккуратно Очень скользко Не знаю, полная масса автобуса Я не нашел, кстати, я в документах Сколько составляет полная масса этого автобуса Ну, я думаю, где-то тонн 25 точно Весит при полной загрузке Здесь в статье есть табличка Но она, по-моему, неправильна Здесь максимальная вместимость указана По-моему Так, вот она здесь, кстати, и будет Сейчас мы с вами посмотрим А, дверь надо закрыть 110 Общее число пассажиров Но на самом деле 165 Так, здесь у нас тоже с вами ничего не отображается Вот так, это тихо, скромненько все Ну, как есть Так, пассажиры там зашли И, по-моему, здесь немножко есть проблемы Нарушенные с паскодом Пассажиры не четко заходят в двери Но на следующих остановках Я более детально вам это уже продемонстрирую Бывает, что они четко заходят в дверь Бывает, что не четко Поэтому надо быть очень и очень внимательным Что-то они... А, они маршрутку Они маршрутку ждут Вот эти ждут маршрутку Это точно Не знаю, эта маршрутка, наверное, долго за нами будет ехать По динамике По динамике модель очень отличная Максимальная скорость этого автобуса заявлена 100 км в час Но у нас здесь, смотрите, знак Осторожно, дети И ограничение скорости 40 км в час Поэтому превышать не будем Сам сказал, превышать не будем Уже 60 еду На самом деле, я не знаю Я чуть-чуть педаль газа притопил И все, автобус просто срывается с места Смотрю, здесь такой частный сектор у нас с вами Но где-то вдали уже появятся силуэты многоэтажных домов То есть увидим спальные районы Новосибирска Ну, у нас, смотрите, пассажиры Кто-то и без масок, кто-то в маске Ну, довольно-таки тяжело его остановить Зато сейчас посмотрим, как будет заходить вот этот вот пассажир Немножко, видите, он плечом задел корпус автобуса Но бывает, они вообще заходят вот сюда То есть будем на вот этот момент с вами посматривать Слышу эти звуки Сзади газелька приехала Неужели в Новосибирске столько газелей Много вот этих вот маршрутчиков? Хотя город большое население Блин, 1 миллион 625 тысяч Я не знаю, тут как раз-таки должны вот такие большие автобусы Ходить по этому замечательному городу Я, кстати, в Ютубе, по-моему, смотрел видео Это город был Якутск И там вот просто, ну, житель Якутска снимал Вообще вот температура, по-моему, что-то около минус 50 градусов Ну, он сказал, это вообще нормальная температура Это кайфовая температура для них Но в городе, знаете, такая вот дымка стоит Я не знаю, там по городу ехать вообще на машине невозможно Но как раз-таки видео свое снимал, когда находился за рулем автомобиля И вот рассказывал, говорит, смотрите, как мы по Якутску вообще передвигаемся Вот в такой дымке Я не знаю, там видимость метров 15-20 от силы И мне что поразило, они действительно все ехали очень-очень аккуратно То есть какое-то вот уважение друг к другу есть Я не знаю, у нас в городе, допустим, дымки нету Но аварии часто случаются Там как-то это все спокойно, организовано Все очень круто То есть минус 50 для них это, в принципе, нормально Ну, вот они и появляются, эти бетонные коробки Многоэтажные дома Спальные районы Новосибирска Данная карта, это уже обновленная карта Но автор тоже указал, внимание, это еще недоработанная версия Действительно, есть немножко здесь проблемы Надо очень внимательно следить за указателями маршрута Вот видим четко 88 номер Но бывает, это все дело пропадает И очень легко сбить с маршрута Ну, карманы, в принципе, на остановках нормальные То есть 18-метровому автобусу Вот, прошу обратить внимание, как зашла вот эта вот женщина То есть она так просто сквозь стену Ну, возможно, это женщина из какой-нибудь битвы экстрасенсов И она вот имеет такое качество Она может проходить сквозь стены Ну, все-таки, возможно, все-таки С паскодом есть какие-то нарушения Что еще смотрю? Колеса конкретно грязные Двери у нас тоже с вами грязные Но сам кузов автобуса, он, в принципе, чистый В принципе, нормально выглядит так Вижу еще на номере какое-то синее пятно такое стоит Прошу обратить внимание Одни газели еще бывают попадать с автобусом масс Но гармошек здесь нет Это остановка, по-моему, 327 маршрута Она к нам никаким образом не относится Поэтому я здесь даже не буду останавливаться Очень-очень скользко Тормозить приходится рывками Не знаю, в таком автобусе АБС должен быть Но я его почему-то не чувствую Так осторожно, газелька Здесь какие-то гаражики Может, гаражный кооператив какой-то Вообще удобно, когда вот рядом многоэтажный дом И рядом гаражи Это вот настолько удобно У нас есть такое в городе реализовано Но, блин, гаражи вот такие очень дорого стоят Которые расположены близко вот к спальному району Поворотник, кстати, не туда включил Вот, можно сбиться Перекресток нас этот встречает зеленым сигналом светофора Очень скользкий перекресток Я не знаю Вот сейчас газ в пол У меня тахометр просто, я не знаю Там уже в отсечку уходит Ну, для автобуса, действительно Для дизельного двигателя Это очень много оборотов Сколько? 2,200 Это заоблачные уже обороты Двигатель рычит Ну, здесь хоть какое-то более-менее сцепление С асфальтом появилось Хоть так Ну, водитель у меня сегодня без маски Видишь, столько много народа Но все они не к нам Все они хотят вот разместиться в газели Сейчас посмотрим, как они будут штурмовать наш автобус Сквозь стену А вот смотрите Вот кто-то заходит в двери А кто-то сквозь стену Вот этот немножко, конечно, феномен Такой непонятный Трудно мне его объяснить Почему вот это так все дело происходит Ну вот, хоть полноценный автобус здесь есть Так смотришь задалека Текстуры такие белые Такое ощущение, что линии электропередач Вот тоже покрыли синим Но подъезжаешь чуть ближе И вроде бы все оттаивает Вот, кстати, самые знаменитые, самые лучшие автобусы Пазики здесь такие бегают Как видим, здесь поворот налево И написано All То есть все маршруты поворачивают, делают поворот налево Вообще очень приятно, что вышло Обновление на эту карту На самом деле очень крутая, очень классная карта Надеюсь, будут выходить вот отдельные патчи еще Сейчас посмотрим, что там у нас вообще с температурой в салоне Потому что я здесь все повключал, все повтыкал Посмотрим, насколько у нас уютно и тепло Ну, по крайней мере, из пассажиров никто не жалуется Ну, как-то ведут они себя довольно-таки очень молчаливо Видимо, качество автобуса их устраивает Я думаю, если здесь порезче стартануть Либо порезче тормозить То они начнут, конечно, жаловаться Ну, слушайте, температура как-то так В салоне 5,4 было Сейчас 5,2 стало Слушайте, ну не очень меня это радует Что тут можно еще повключать? Так, здесь свет Вот это, наверное, включим Здесь тоже положение Так, на бортовом компьютере у нас отображается вообще что-нибудь? Ну, я вижу, что на кнопках силуэт какие-то появились Да Видно, что зажглось В темное время суток это было бы гораздо четче видно все Так, свет нам здесь не нужен Ну, не знаю, может станет теплее А, это мне включено, кстати, было Вот, сделаем это дело все так На, я думаю, что автобус мой не трогается А двери-то закрыть надо Главное, двери закрыл и сразу же он поехал Житель Новосибирска, пожалуйста, напишите Действительно у вас столько много маршруток ездит? Неужели у вас такая ненависть к автобусам? Особо большого класса? Я думаю, в таком большом городе Вот автобусы МАЗ Особенно такие 216 Они должны себя вообще чувствовать Зают мне, комфортно Это как раз таки автобусы Вот для вашего большого, крупного города Тем более у вас город развивается В нем растет население Не знаю, там Очень стремительно он растет Но давайте, пассажиры, штурмуйте наш автобус Можно сквозь стену Ну, круто у них это получается Так, видите, наверное, газельки идут Остановка называется Часова Тоже чувствуется пробуксовка По стрелке тахометра я это все вижу Да, и по стрелке спидометра тоже можно видеть Ну, как только автобус вот улавливает сцепление с дорогой Все сразу Поведение становится его стабильным Динамика просто отличная Такой момент, как новогодняя сказка Какая-то деревня Севыни Выглядит очень красиво Ну, все-таки приловчился немножко на скользких дорогах уже Отработал это мастерство Получается мне тормаживаться Вот опять же, да, кто-то сквозь стену Кто-то, как человек, нормально заходит в дверь Слышите этот звук? Вертолет где-то летает Сейчас я попытаюсь его поймать Я чувствую, что где-то он рядом Вот, 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 кстати, вертолет Нет, у него все нормально У него текстура есть, просто он далеко И он кажется нам таким вот белым Если на карте города Чебоксары у нас летал полноценный самолет То над Новосибирском у нас кружат вертолеты Вот такой феномен здесь есть Он присутствует Я думаю, если захотеть, то на этом вертолете тоже можно покататься Это я уже отдельно чисто для себя попробую Действительно ли можно на нем прокатиться Так, теплотрассы у нас здесь с левой стороны идут Чтобы всем тепло и уютно было Здесь у нас поворот налево И красный сигнал светофора стоит Сейчас немножко постоим Отдохнем, переведем дух Маршрут этот не самый лучший По-моему, он неполноценный Неполноценный в каком плане Вот первая часть его проходит по городской черте А дальше мы уже выбираемся на загородную дорогу Двухполосную Дорога действительно очень классная Но там будет все меньше-меньше построек А конечная остановка у нас вообще получится Прямо на пустыре Так, это вертолет где-то Где-то еще летает Такие звуки непонятные Долгоиграющие светофоры здесь Машины уже разъехались В принципе, по времени я не помню Во сколько там должен быть на конечной Круто мы на 7 минут опаздываем с вами Я не знаю, как мы сейчас будем догонять это время Как мы будем догонять расписание Наконец-то оранжевый, смотрю, там загорелся У нас сейчас зеленый должен бахнуть Но почему-то он не бахает Цветофор, не держи меня, пожалуйста Видимо, здесь отдельно для каждой полосы Включается отдельный сигнал светофора Скорее всего, здесь так это все реализовано Ну, как-то это очень долго ждать Наконец-то зеленый Так, это, по-моему, ВАЗ-2199 Я, конечно, не дал ему завершить маневр Я плохо поступил в этой ситуации Но у меня расписание А то скоро пассажиры начнут жаловаться Ну вот, в принципе, начинается такая пригородная Двухполосочка, хотя мы еще в черте города А сейчас мы с вами попрощаемся с городом Новосибирск И выбираемся с чертом Вот что хочу отметить Наконец-то ко многим заправкам появились подъезды Потому что я помню, что на этой карте заправки просто находились на зеленой зоне То есть прямо на газон заезжаешь и прямо на заправку Тут теперь уже такие конкретные нормальные подъезды есть Я здесь аккуратненько так перестроюсь Хотя у меня остановка там должна, по-моему, быть за пешеходным переходом Немножко маршрут я этот потестировал Здесь тоже стрелочка, которая указывает, что Ол Вот, круто, я уже даже на скорость научился тормаживаться Да, молодцы, молодцы, все сквозь стену Так, здесь кто-то остался Ну, с пробуксовочкой уходит, конечно, автобус Ну, честно хочу вам сказать Если еще сильно разогнаться, погазовать То прицепную часть автобуса просто начинает кидать И автобус начинает вилять И очень трудно удержать его в своей траектории Ну, в принципе, свои заявленные 100 км в час Он набирает очень хорошо Динамика просто отличная Здесь газелька посередине прямо едет Ну, насколько я понимаю, в Новосибирске газели Это вообще не короли дорог Ну, скорее всего, что все ограничится 105 км в час Автобус больше скорость не набирает Ну, с горы, думаю, быстрее бы это дело Все пошло бы Он еще больше бы разогнался Так, вот здесь все-таки опять пешеходный переход И вижу На противоположной стороне у нас остановка Еще красный сигнал светофора Остановиться, естественно, я не успеваю Слушайте, остановился Наконец-то реакция пассажиров Наконец-то Наконец-то вам стало страшно Я так долго этого ждал Так, светофора я отсюда уже не увижу Пока решил посмотреть Газелька меня уже вот так Прямо со светофора и сделала С правой стороны у нас тоже теплотрасса идет Здесь вот, в принципе, теплотрасса Есть какая-то растительность на карте имеется Но уже как-то так немножко победнее стало Но все-таки мы за пределами Новосибирска находимся Вот в дверьку, по-моему, зашли Чисто в дверь зашли пассажиры Вот тут молодцы, красавчики Все, пытаюсь я догнать расписание Но навряд ли это мне получится Скорее всего, что мы и с начальной остановки тоже поздно уехали Так, сейчас я, походу, в Жигуле буду сидеть Ну нет, я справляюсь со своей задачей Я уже отработал эту технику антиблокировочной системы Конкретно я владею Так что, можно сказать, зима в симуляторе ОМС-2 меня закалила Закалила мой дух Здесь у нас, смотрю, перекресток Налево планета Направо получается Через юный Ленинец Как-то так, ленинец Я подумал, юный Ленин Ленинец Ну, я думаю, возможно, может что-то с этим и связано Вот налево планета Так, сядешь в Новосибирске в такси и скажешь Хочу на планету Классные баннеры, кстати, здесь После рюмки за руль Чужая жизнь недорога На самом деле, я считаю, вот на дорогах должно такое присутствовать Ну, давайте представим, что здесь есть третья полоса И я автомобиль, по-моему, это ВАЗ-2005 Вот так вот обгоняю Хотя я смотрел по видео Многие в России езжут по обочинам Вообще круто получается Когда люди берут и организуют Вот вроде бы однополосная дорога Они сразу вторую полосу делают по обочине Очень много видео на ютубе Про эту тематику есть выложено Многие водители пытаются бороться с обочинниками Обочинники, по-моему, их так называют Ну, честно хочу сказать Вот у нас дороги, у нас обочина не такая большая, как Россия У нас, если ты при желании захочешь сделать еще одну полосу на дороге У тебя ничего не получится А в России, в принципе, неплохо получается Как-то коллега рассказывал, он езжал в Санкт-Петербург Ну, и ехал так довольно-таки аккуратно Ну, в принципе, знаете, как мы в Европе здесь более-менее научены Все-таки и рублем, если что, нас здесь накажут Ну, в таком плане Ну, он с Питера выехал, говорит Так, за город, ну, 90-95 На машине спокойно идет Он едет такой, говорит Ладно, говорит, я все понимаю, когда там меня обгоняют с левой стороны Но, блин, говорит, когда меня начали обгонять с правой стороны Я вообще ничего не понял, что происходит Поэтому тоже притопил немножко до 120 Чтобы более-менее уверенно себя чувствовать на дороге Потому что у него смотрели как надо врага Что он едет 95 А смотрю, в небе все-таки кружит вертолет на Новосибирском Все летает, летает, кого-то ищет Здесь прямо на МАЗе 18-метровом Прямо в шашечке играю Вот какая-то развилка у нас впереди с вами будет Внимательно здесь надо смотреть на номера маршрутов В 88-м прямо, в 141-м уходит направо Ну, по крайней мере, вроде правильно Идем, правильный курс у нас Что-то, кстати, по дворнику у нас Дворники работают Ну, я сегодня снег не включал Поэтому дворники, их работа у нас не интересует Вот здесь такой, кстати, довольно-таки чистый кусок дороги Сбавим немного ход Остановка Вот здесь как-то до остановки не очень приятно добраться Включу правый поворотник Ой, еще в этот карман попасть надо Попробуем в этот карман попасть Так, ну, вроде получается Удалось мне Скинуть скорость До минимальной, до безопасной Штурмуйте наш автобус Ну, четко в дверь вот здесь заходит Вот, непонятно поведение Либо автобусы так манят Либо действительно здесь На этой карте пассажиры имеют какие-то вот сверхспособности Ну-ка-то, сколько здесь полос движения стало Вроде бы было две Уже четыре нарисовалось у нас с нами Они, по-моему, сейчас эти полосы сузятся Поэтому будем левее перестраиваться Нормально Так автобусы тоже здесь не пропускает никто Ну, и смотрите, и тормозить будет Скорее всего, что полоса сужается Сейчас я это дело В левый ряд перестроюсь Красный сигнал светофора Так, мне правее вообще надо перестроиться У меня там остановка моя будет Ну, давайте, давайте, поехали Все хорошо Ну, здесь такое более-менее оживленное место Что-то есть Но растительности стало меньше Все-таки какая-то трава только Ну, здесь его даем еще плюс Интереса к нашему маршруту автобуса На остановке молодежной Никто не проявил А вот к заправке Shell С левой стороны, по-моему, подъезда нету И она как раз-таки стоит просто на зеленой зоне Видим, что где-то заправки доработаны Где-то нет Есть такие моменты, они присутствуют Но будем надеяться, что разработчики Постепенно будут выпускать патч с дополнением Кстати, ссылку на группу Я тоже оставлю, где разрабатывается Карта города Новосибирск Нормально так по зеркалам не смотрю Но, в принципе, у меня скорость Очень такая приличная набрана Я даже не знаю, с какой скоростью Трафик едет здесь Ну, в принципе, в отдельных случаях Машины по такой дороге Здесь 80 км в час выжимают Красный Восток остановка А вот этот перекресток, кстати, ничем запомнился Вот здесь такое довольно-таки очень оживленное место И пешеходы здесь просто ходят, ходят туда-сюда То есть, светофор уже разрешающий загорается Зеленый, а они все равно ходят Вот здесь есть такой момент Сейчас подъедем поближе Тут тяжело с этой остановки тронуться Сейчас подождем разрешающего сигнала светофора Но они, в принципе, пешеходы ходят по пешеходному переходу Смотрите, у меня зеленый уже загорается Они все идут и идут 88 маршрут Поворачивать направо Уходим направо сейчас И, по-моему, уже впереди у нас с вами будет конечная остановка Ну, здесь уже дорога такая заснеженная И две полосы в каждом направлении И вот впереди она, наша конечная остановка То есть, по сути, здесь должна быть областная больница Так, я уже буду оттормаживаться Смотрю, есть пассажиры, которые готовы ехать в обратном направлении Вот здесь место разворота и место высадки пассажиров А вообще, как будто здесь, знаете, конец карты и дорога все уходит в небо куда-то Ну, скорее всего, что конец карты здесь и есть Но я думаю, должно быть у этого маршрута продолжение Вот такой, ребята, маршрут Скорее всего, что он, возможно, не самый обзорный Но еще этой карте я уделю внимание Буду ждать, что, возможно, может, будут какие-то дополнения Огромное всем спасибо вам за просмотр Не забывайте проявлять свои активности Пишите комментарии, подписывайтесь на канал Всем спасибо, всем пока и до скорых встреч